всем привет мои хорошие с вами селена свей давно у нас не было вопроса видео вопрос-ответ и сегодня я решила его снять у меня здесь 21 вопрос на youtube чеки не не в telegram не в других соц сетях я сделала именно в сообществе опрос для вас для youtube чаночек и ютуберов кто здесь меня смотрит мои вложки я решила для вас отдельно снять вот такое видео постараюсь ответить на вопросы перед этим хочу всех поздравить с наступающим новым годом уже настроение вдруг будут там вопросы я не все вопросы прочитала настроение новогоднего у меня ну как бы нет и у меня нет цели вообще чтобы у меня было новогоднее настроение у меня цель чтобы я была просто спокойно удовлетворена каждый день и я не гонюсь за всплеска за всплесками эмоциональными в своей жизни мне очень нравится вот просто удовлетворенное спокойное состояние это мой залог счастья вот поэтому новогоднего настроения нет и я не печалюсь но мне и не нужно мне так хорошо вот его кстати давно уже последние годы особо нет и его даже сама наверно убрала от себя потому что всегда ты ждешь ждешь сейчас будет новый год что-то произойдет в итоге какая-то суета подготовка в итоге ничего такого не происходит ну то есть ожидания не оправдываются я перестала ожидать для меня новый год такой же обычный день просто больше выходных наверное вы знаете эту мою позицию и кстати еще некоторые вопросы я прочитала и я уже заметила что думаю блин наверное вот год назад или там два года назад я наверно по-другому бы ответила на этот вопрос а сейчас мне хочется как-то по-другому ответить и в своей жизни на многие вещи вообще поменяла взгляд но она настолько поменялась плавно естественно что мне кажется так и было так что мне будет очень интересно ваша обратная связь под видео в виде комментариев поменялось ли что-то отвечая на ну можно сказать какие то те же самые вопросы а какие то и новые и давайте начнем наверно самых популярных вопросов которые за лайкали например вот лав любовь пишет мне у тебя поведенческая схема одинокой женщины некоторые влоги пропитаны одиночеством сплошная пыль в глаза быть может стоит правду зрителям сказать ну во первых о какой правде речь хочется спросить да и как бы ну стоит или не стоит это дело наверное мое личное сугубо даже если есть какая-то правда которой я не говорю да это сугубо личное дело вот и стоит не стоит как бы мне решать да а то что человек любовь в моей в моей поведенческой схеме то есть еще какая-то схема у меня есть но если есть какая-то схема но она явно бессознательная специально не строили какие-то схемы одинокой женщины очень интересная такая фраза была и некоторые вру влоги пропитаны одиночеством я бы здесь скорее уже как психолог да с опытом я бы скорее спросила как в вашей жизни про одиночество да если вы видите во мне одиночество то как у вас почему именно одиночество да и схему одинокой женщины вы заметили у меня они что-то другое ведь у меня много разных схем если они есть да и помимо одиночество если она есть возможно она и есть да в какой-то степени еще есть много чего другого но вы обратили внимание именно на это поэтому сплошная пыль в глаза тоже интересно где конкретно пыль видите в глаза да то есть в чем конкретно будут не доверяете и видите пыль и но обычно с этого начинаются и многие мои консультации до с того что человек что-то говорит что-то проецирует на кого-то да а мы разворачиваем это и можно работать с человеком напрямую поэтому мы смотрим а как это для тебя в твоей жизни из вот этой проекции что такие люди мир злой женщины какие-то пыль в глаза пускают вот селена например пыль в глаза пускают одинокая женщина схема в общем тут втюхивает и так далее и здесь скорее разворот это сообщение опять же тут очень много когда человек пишет что-то да он пишет о себе я просто буду разворачивать некоторые моменты да и показывать что ну как бы здесь не обо мне если вопрос ко мне про ну вопрос здесь один может быть стоит правду зрителям сказать вопрос один но есть много разных правд неправд в моей жизни да и стоит о них сказать или не стоит сказать и ну я решу сама и я говорю все что считаю нужным а что не говорю то не считаю уже как вот такой мой ответ так следующая ченнел вилям ченнел где же обручальное кольцо которое чуть ли не в лицо зрителям демонстрировалась после свадьбы а сейчас пропал во первых я его демонстрировала так только потому что меня постоянно упрекали что вот там не замужем вот и там что-то я не знаю ну в общем всего всего и настолько меня это достало что когда я уже одела кольцо когда мы расписались я просто вот уже да вот вот успокойтесь да и ну можно здесь и понять что для меня это не столь важно потому что я сняла вообще все украшения все кольца вот я сейчас редкие украшения отдела специально только надела чтобы для того чтобы снять видео да и я не люблю когда что-то у меня здесь вот что я кремом постоянно мажусь постоянно сниматься меня задолбало я решила снять все украшения и из шеи из рук вот лежит мое обручальное кольцо там на полочке вот это для меня не столь принципиально важный вопрос вот тоже интересно почему именно этот вопрос задал именно этот человек про обручальное кольцо больше никаких вопросов не было именно на этот человек обращают внимание как планируете встретить новый год и провести новогодние праздники я планирую наверное дома приглашу маму если она захочет прийти если ей будет не лень наверное мы так втроем мы отметим новый год как обычно мы это делали здравствуйте почему давно во влогах нет кристины снова пауза в дружбе как ее дела ваши совместные видео это отдельный вид искусства спасибо да кристины нет давно потому что ну вы как заметили и она стала реже снимать ролики да вот мама моя тоже стала реже снимать ролики раньше нас еще больше сплочал и соединял один одна идея какой-то одно вот youtube съемки да мы встречались для того чтобы вместе снимать что-то пообсудить а сейчас за последнее время вы же видите с чем это связано все и мама стала меньше снимать мотивация пропала кристина стала меньше снимать тоже пропала и мотивация и ну как бы она занимается другими еще вещами деньги-то зарабатывать надо соответственно энергия та которая уходила раньше на видео и какие-то совместные проекты можно так сказать да теперь уходит в другое русло и у меня тоже самое и я новую профессию себе заимела соответственно не развиваясь моя энергия туда уходит ну и соответственно я и реже видео стала снимать ну то есть все понятно все логично в дружбе нет у нас никакой паузы все хорошо она приезжает я даже бывает просто настолько мы там соскучились и хотим пообщаться что я даже не включаю камеру а только там говорю кристина была или там три секунды и и подсняла и все потому что не хочется на это тратить время хочется как-то вместе побыть все нормально добрый день давно вас смотрю с рождения дэни раскройте там и тайну почему не живете с мужем совместно но потому что у нас такой период такую глубочайшую тайну раскрывать не буду но у нас такой период мы живем в раздельных в раздельных местах вот поэтому пока что так насколько поняла вы с мужем живете раздельно большую часть времени никогда не было сильной тоски ощущение одиночества ощущение что хотелось бросить все из-за того что не видишься долго как справлялись и тут же ответ прилетает от лилу заранее знают эти лены нет нет ни тоски все ок мы оба мудрые очень любим друг друга все понимаем так даже хорошо он идеальный я тоже да знаете за но во да если лилу соглашусь мы идеальны я тоже все прекрасно во первых за последнее время когда я начала развиваться до в психологии уже какие-то вещи я начала замечать у нас много психологических всяких защит есть да и когда нам что-то больно что-то неприятно что-то может быть не выносимо где-то глубоко и мы не хотим с этим сталкиваться у нас есть такие психологические защиты их 24 по моему примерно и наша психика справляется включают эти защиты например там вытеснение да нет отрицание нет нет этого не произошло этого нет я я не страдаю мне не грустно да и мои защитные реакции работают вообще как часы они меня спасают то есть спасибо моим защитным реакциям что блокирует в какой-то момент тяжелые может быть до сильные эмоциональные какие-то штуки в моей психике да и заставляют мне радоваться жизни вот ну конечно это не очень хорошо когда начинаются какие-то проблемы уже да то хорошо бы заглянуть за эти механизмы все потому что все эти остановленные чувства и эмоции они скапливаются в теле они все равно все здесь рано или поздно они во что-то выйдут вот панические атаки которые у меня начались это знаете весь скоб всего что за последнее время происходило да все что я видеть вытесняла все что я смещала куда-то то есть я могла например испытывать какое-то чувство сумасшедшие даже не могу определить какое например какого-то стресса или грусти и вместо того чтобы испытывать это я смещала всю энергию на что-то другое типа все жизнь продолжается мы радуемся и я просто ну как бы отрицаю то что произошло просто вытесня из своего из своей психики потому что это очень больно где-то может быть вот но что касается того что не не было тоски или еще что-то как вам сказать оно началось наверное после того когда был период того что мы начали жить вместе то есть у нас был период то есть мы не жили вместе долгое время и опыта такого не было жить я вместе да то есть мы как-то вот сошлись на том что вот такие условия то есть не не было того что мы такие пожили вместе а потом раз и перестали жить вместе возможно здесь тогда у меня была бы какая-то утрата того что было раньше да то есть жили жили вместе а потом раз и забрали у меня жилье вместе и конечно я бы грустила наверное но у нас не было этого мы сразу сошлись на определенных условиях того что мы живем раздельно и поэтому в моей жизни ничего не поменялось я как встретила вот так вот да согласилась и все и мы пошли поехали вот и долгое время то есть ну оно так и было и тоски никакой не было и наоборот мне было хорошо самостоятельно здесь я не под никого ни под кого не подстраиваюсь мне не нужно там лишнее внимание свое да там готовить ухаживать за человеком но это же тоже много энергии мамочки меня поймут да плюс мамочки господи мамочки жены которые живут с мужьями меня поймут даже готовить там где-то позаботиться о нем но все равно как женщина понятно что разные бывают там бывает и муж все делает по дому да у нас не так я сама по себе заботлива человека когда мужчина у меня дома мой то соответственно я и думаю о том чтобы постирать там что-то там уже что-то постирать давай что постирать что приготовить но чаще конечно мы вместе там потому что он знает что готовить не люблю а вот что там еще ну в доме как-то хочется тоже более-менее порядочек хотя бы видимые создавать ну и конечно внимание требует мужчина очень много там и провести с ним внимание и полежать кино посмотреть и поболтать и куда-то сходить и как бы ну блин это совершенно другая жизнь вот соответственно так как у меня куча амбиций куча своих идей я и рада что мне пока что при этих всех условиях может быть я и специально выбрала такого мужчину с которым живу на расстоянии мне пока удобно потом у нас был период когда мы пожили вместе и вот это для меня было скорее стрессом чем тогда то есть мне пришлось к этому привыкать и подстраиваться это был некий стресс да и потом случился момент когда снова пришлось нам вот разорваться я за это время там за короткое уже как-то привыкла и вот тогда я почувствовала сильную боль стресс вот и тогда еще больше сейчас расстрелюсь чуть-чуть еще больше почувствовала ну вот ну реально какие-то эмоции страшные что очень быстро переключилась на работу то есть как я это привыкла да все работаю ничего нет ничего не произошло ничего стрессов ничего страшного мы не умрем все нормально это да 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 и все и пошла как сумасшедшая валить эту работу и все и вот здесь мой организм уже видимо сдался мое тело начало сопротивляться и мне пришлось как бы остановиться в своих вот этих вот куда я сдвигалась эти эмоции мне пришлось остановиться взглянуть правде в глаза успокоиться пережить этот момент пережить какую-то депрессию грусть в общем все что нужно пережить когда в твоей жизни что-то происходит и что-то меняется одно на другое то есть наша психика проходит стадии все ну то есть кто был у меня в терапии те знают вот поэтому я прекрасно понимала уже что со мной происходит у меня была хорошая поддержка и мои психологи мои наставники в общем-то я спокойно пережила этот момент и знаете как-то выдохла и успокоилась что я сейчас могу сказать мне конечно же не хватает моего мужчины рядом конечно я скучаю и я хочу поддержки и мне нужна поддержка и вообще раньше никогда ни у кого не просила поддержки я все время всем помогала мне не нужно было даже если мне говорили говорили давай поможем или давай что-то я даже в этом чувствовала какую-то свою слабость не хотела с этим сталкиваться а потом когда вот уже работаю да тоже в терапии хожу и так далее сталкиваюсь со многими вещами которые я в себе не признавала отрицала и да очень мало людей которые поддерживают тебя но не то чтобы опять же говорю мне оно как будто и не нужно я наверно таких и не искал людей которые бы давали мне поддержку я искала людей которых бы я поддерживала а это знаете как такая оборотная сторона человек очень много дает и вкладывает в других людей именно то что самому ему надо просто он не признает это да и вот через какое-то время через большую работу я не так давно на самом деле пришла к этому я может быть и говорила это где-то во влогах что я хочу больше заботы о себе больше внимания поддержки мне хочется разделить все сложности в своей жизни с кем-то еще и как конечно когда я это поняла а вот и я понимаю чувствую до тоску некую грусть от того что а пока что я проживаю вот самостоятельно все это что я одна ответственно пока что за все что происходит здесь но я понимаю что это временный момент я в своем мужчине уверена и мы будем вместе надеюсь что все условия сойдутся так что мы можем будем вместе как можно скорее вот и я как у взрослый человек просто все это переживаю ну да есть это все вот раньше может быть все это было но мои защитные механизмы не давали мне туда взглянуть вот ну как бы вот объяснила ситуацию как она все происходило да поэтому что тут был за вопрос да мы идеальные мудрые все у нас хорошо и классно как сказала лилу да но в целом нет ну конечно не идеально я вообще к слову идеальный уже по-другому отношусь мир не идеален люди не идеальны я вообще не стремлюсь быть идеальна я такая какая есть и муж у меня такой какой есть и конечно же есть у нас свои тараканы приколы и штуки и совместная жизнь у нас была не идеальная когда он здесь был я уверена что будет она не идеальная я уже даже знаю что в ней будет но мы обязательно опять же как взрослые люди просто будем с этим справляться все нормально в общем вот такой вот ответ развернуты хотелось бы бросить все из-за того что не видитесь долго а что все бросить его бросить нет не хотелось я понимаю что ну во первых меня устраивают условия отчасти то есть еще не понятно как лучше когда мы будем жить вместе или вот как сейчас потому что сейчас более-менее спокойно и вся мое внимание и энергия уходит на мою работу на меня на ребенка когда будет здесь мой мужчина огромная часть моего внимания и энергии будет уходить на него тоже в том числе вот и нам еще нужно притереться к друг другу это особый вид искусства который нас ждет но я ко всему этому готова я конечно давно это все время определенное я думаю что мы справимся все будет хорошо ну а там время покажет вот и все бросить нет никогда не хотелось я это я не такая но в плане что в смысле я еще не все способы то есть мы еще не жили вместе так долгое время мы еще не дали друг другу шанс попробовать жить вместе и как это будет да то есть ничего такого не происходило в нашей жизни чтобы я хотела бросить только ну как бы я же приняла эти условия да я их приняла как бы ну не было такого не здравствуйте селена мне недавно исполнилось 30 я потерялась не могу себя ассоциировать с этим возрастом как вы относитесь к рослению старению считаете ли что рожать первого ребенка например после 35 поздно спасибо за ответ я считаю что женщина сама должна чувствовать когда она там хочет рожать когда она готова многие звезды кто-то там 45 рожает вот ольга орлова сейчас там сколько я 43 или 45 беременная все нормально я как бы ну у меня вообще нет такого я стараюсь мыслить вне рамках хорошо плохо правильно неправильно каждый сам определяет это в своей жизни вот как для вас после 35 это поздно или нет как вы считаете да и еще тут надо посмотреть почему вы так считаете ваша ли это мысли либо навязаны вот а что касается с возрастом как отношусь к старению но пока нормально пока что меня не тревожит эти моменты я еще как-то чувствую себя молодой 37 лет я себя чувствую молодой мне кажется у меня вся жизнь впереди ну такое ощущение не знаю в каком возрасте это может быть поменяется и может быть поменяется чувство ощущений мысли не знаю но пока что для меня 37 это ну молодая женщина как-то нет пока что каких-то заморочек на эту тему вот у меня еще один вопрос как заставить себя жить заниматься чем-то цели планы есть но постоянно их откладывание угнетает чувствовали ли вы что-то подобное в своей жизни так ну что-то подобное я не чувствовала в своей жизни но часто ко мне приходят клиенты да с подобными вещами и здесь важно посмотреть заставить заниматься себя чем-то вопрос зачем заставлять себя заниматься чем-то ну то есть в слове заставить как будто есть ответ да что вы лично не хотите почему вы заставляете себя заниматься чем-то почему нужно заставлять себя я наверно тридцать лет вам исполнилось то есть вы взрослый человек у вас есть своя жизнь вы ее ну как бы вы ответственны за себя за свою жизнь да там за детей может быть а если они есть нету не знаю да ну то есть но за себя допустим и вы заставляете себя почему есть если это не кто-то извне вас заставляет а вы сами себя заставляет то вопрос почему вы себя заставляете зачем вы так собой а что если себя не заставлять делать то что вы не хотите вот ну и здесь конечно если сами не разберетесь приходите разберемся вместе посмотрим что там у вас чьи-то мысли, если не извне, то внутри чьи-то мысли, чем конкретно вы хотите заниматься, зачем заставляете себя, почему метает откладывание. То есть всё это можно разобрать, посмотреть и расслабить. Пять отличий Селены сегодня и Селены пять лет назад. Так, ну как минимум новая профессия, психология. Пять лет назад, ну знаете, у меня такое ощущение, что пока я не столкнулась с психологией, ничего так оно особо не поменялось. Наверное, за последний год я очень много всего поменяла в своей голове, очень много чего признала. Я перестала лететь и бежать, я перестала от себя что-то требовать вообще. Моя жизнь как будто я стала идти, я стала просто идти. Я до этого бежала, бежала, бежала. И мне казалось, что я бегу-бегу, а как будто немножко даже на месте бегу. Сделала там какой-то прыжочек, да, и всё, я опять бегу. И очень много энергии так было затрачено и всего. А сейчас вот я просто спокойно иду, я гуляю по жизни. Я не бегу, у меня нет какой-то цели, к которой я должна добежать прямо, если не добегу. Я стараюсь вот в настоящем времени быть. В какой-то момент я просто остановилась. Не остановилась в том плане, что я перестала что-то делать, а внутренне, как будто вот эта внутренняя крыска, которая бежит по вот этому кругу своему, она как будто остановилась. Вышла из этого колеса и пошла гулять по жизни. Просто гуляет. И это не мешает мне точно так же работать, достигать каких-то вещей, снимать видео. Просто требований к себе вообще стало намного меньше. Я с любовью к себе стала относиться. Но это кардинально много что меняет. Даже вот так всё не перечислишь. Ну вот какие-то моменты сказала. Так, планируешь ли проходить ещё какое-нибудь обучение? Если да, то какое? Конечно, да. У нас, я сейчас прошла обучение по секретам адаптации, как раз-таки, где мы изучали психотипы, защитные механизмы. Очень сильно расширило меня в этом смысле вообще. И работу мою с клиентами, и я сама внутри себя тоже всё отслеживаю моменты. И прям очень классно. Собираюсь также к своему супервизору пойти на обучение ещё по сексологии. Потому что и у меня, и у многих других девчонок, я думаю, ну, во всяком случае, с кем я сталкивалась, у всех есть проблемы с этим всем. Да, и, в общем, потом тоже об этом отдельно расскажу, когда пройду курс. Вот. И что, нейрографика у меня ещё в процессе обучения, потом, ну, психосоматика мне интересна, на гештальты я сейчас учусь, и ещё в планах есть, но пока не буду говорить, что... Ну, на гештальты я планирую поступать на вторую ступень, там, 4 года потом учиться. То есть, вот, всё это поддерживать дело. Ну, это такие ближайшие, наверное. Было ли у вас желание когда-нибудь закрыть канал свой? Просто у многих блогеров возникает такая мысль, и многие закрыли уже. Может, в начале развития канала было такое желание? Нет, никогда не было желания закрыть канал. Я снимала видео, конечно, закрываю, прощаюсь навсегда. Ну, это скорее хайп, такой был привлечь ваше внимание, но нет. Даже если не хотелось снимать видео, вот уже в последнее время вы можете заметить, да, но у меня нет желания закрыть канал. У меня есть желание просто их снимать реже. Но не снимать вообще такого желания нет, и не было никогда. Здравствуйте, Селена. Случалось ли в твоей жизни что-то мистическое? Да, у меня постоянно магия какая-то происходит. Ой. Не знаю, смотря что называть, конечно, мистикой. Ну, например, из последнего, когда я тренинг проходила, вот этот вот трёхдневный такой, жёсткий, ну, это, конечно, что-то невероятное случалось. Во-первых, всё, что случалось до, я целый влог снимала до, как меня колбасило в 3 часа ночи перед этим тренингом, когда я не понимала вообще, куда иду, как моё тело сопротивлялось. Я не понимала, куда я иду, а тело сопротивлялось, и уже бессознательно какие-то мысли у меня, страхи. Я это говорила всё перед самым тренингом. Потом после тренинга, во время тренинга, как всё происходило, как меня подкинуло куда-то, и 3 дня эйфории ходило, я вообще не понимала, что со мной происходит, как будто меня накачали чем-то. Как потом я спустилась, и как потом поменялась моя жизнь, и до сих пор она вот в таком вот ритме протекает. Но этот тренинг, он был жёсткий, он был страшноватый, в плане очень конкретных ощущений в теле, что меня напугало, да. Но и, конечно, скачок был такой, прям скачок конкретный. Потому что до этого, это прям до и после, жизнь разделилась на до и после. Но сейчас я прохожу тренинги, я теперь понимаю, как это работает, но я сейчас в более бережном режиме прохожу. Вот у нас сейчас тренинг по гештальту, да, и я теперь понимаю, как это работает. Просто сейчас нет таких скачков, сейчас просто планомерненько, мягенько. Я чувствую, как на уровне тела прям перестраиваются мои, не знаю, нейроны, мне кажется, клетки перестраиваются, я прям во сне это ощущаю. Я просыпаюсь с каким-то состоянием, такой вот после тренинга, да, как будто на уровне тела там меняется всё, перестраивается. Но перестраивается всё так управляемо, мягко, бережно, и мне здесь не страшно. А в том тренинге было всё очень довольно жёстко, поэтому страшно. Ну, как, если это не магия, то что? Вот. Ну, вообще, интересных много моментов, просто их не вспомнишь, я не обращаю на них внимания. Будешь ли покупать в ближайшее время машину, какую хотелось бы? Не, не буду покупать, я пока что отдыхаю без машины, мне нравится, я даже не думаю на тему, какая. Привет, самый любимый, самый лучший блогер. Смотрю тебя давно, когда вы ещё были беременны, Дэнни. Первый ролик, который я посмотрела о ваш, был, где вы разговариваете с мужем по алфавиту. С тех пор смотрю вас очень редко, а только пропускаю ваши ролики. Может, я что-то пропустила. Вы не общаетесь с Крис? Мы общаемся с Крис, всё хорошо. Общаетесь ли вы с Татьяной из Италии, как у неё дела? Не знаю, как у неё дела, но она наверняка снимает ролики, я просто тоже сейчас не смотрела давно, и не так давно она прокомментировала меня, что-то, какой-то ролик прокомментировала, так что мы на связи. Ну, у нас нет тесного общения такого какого-то, ну, мы в хороших отношениях. Привет, что случилось с бантиком? Пристроили в добрые руки. Да, всё хорошо с бантиком. Привет, Селена, ты когда-нибудь была в Казахстане? Если нет, то хотелось бы. Я не была в Казахстане, ну, и как бы желание, ну, как бы повода мне туда прямо, чтобы я хотелось, нет. Я мало что знаю о Казахстане, поэтому не знаю, чтобы меня туда тянуло. Вот, в принципе, и всё. Все вопросы я ответила на них. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Поделитесь в комментариях, поменялись ли мои ответы на какие-то вопросы, или я всё та же, всё так же. В принципе, и тот, и тот меня ответ устроит. Вот, в общем, надо сейчас помонтировать, ещё видео посмотреть. Нормально я там всё сказала. Хотя я, не знаю, всё нормально сказала. Ощущаю себя нормально. Чуть всплакнула. Мне не чужды эмоции многих. Я вообще сейчас ещё больше, знаете, чем больше ты себя узнаёшь, как моя супервизора сказала, что даже работа с клиентами, она вот так происходит. Вот приходит человек, да, как капуста такой. И это капуста, эти капустные листы, это всё, что угодно. Там, может быть, всякие разные установки, программы, проекции, тысяча защит всяких разных. Ну, конечно, с самого рождения, да, не у всех идеальные родители были. Ну, то есть, ни у кого не было идеальных родителей. Можно даже так сказать, вот прям, знаете, не подбирая слов. Потому что идеальных людей не бывает, да. И, конечно, мы, адаптируясь к этому миру, очень много всего, да, чтобы адаптироваться. Навешали на себя, какие-то установки помогали нам жить, какие-то вот эти вот защитные механизмы, которые укоренились, да. И потом мы это несём всё сюда, в современную нашу взрослую жизнь. Вот, и часто это всё бессознательно, оно нам мешает двигаться. То есть, когда мы начинаем двигаться вперёд или чувствовать себя как-то определённым образом. В общем, сталкиваемся с разными проблемами. Вот когда человек идёт в терапию, да, он начинает это потихоньку разгребать. И мы приходим вот в терапию, как капусточки такие, да. И вот что делает терапия? Вот он потихоньку, один листик за другим, он вот так вот снимает, да. И нельзя сразу проникнуть туда вглубь и разворошить всё, потому что, ну, это может быть очень больно, и это может быть и невозможно даже, невозможно. Всё нужно делать по чуть-чуть. И вот я тоже за собой замечаю, как у меня один капустный листник убрала, другой, третий. И сейчас я всё больше эмоций замечаю в себе тех, которые вообще я считала, что это эмоции не мои. Как, например, чувство вины и стыда, они мне вообще не присущи. То есть я, чтобы я стыдилась чего-то или я винила себя в чём-то, я, наверное, по пальцам могу посчитать, ну, сколько раз я испытывала это чувство. А за последние, там, не знаю, две недели я раз десять испытала это чувство. То есть я стала видеть, что там скрывается, да, там. То есть потому что, ну, это было закрыто, что-то там было закрыто, всё спрятано. И я такая, нет, я не испытываю чувство вины. Вот. И, в общем-то, сейчас с этим работаю. Очень интересно. Ну, это невраких, нездоровое чувство вины. То есть я ничего не сделала и не могу понять вообще, почему я чувствую чувство вины. Вот. Но оно есть, и оно откуда-то там из далёкого детства. Ну, я, так как с этим работаю, я уже понимаю, откуда это, что это, как это. Но я, в общем-то, в процессе сейчас нейтрализации невротического чувства вины. Вот. В общем-то, больше о себе начинаю узнавать. И больше испытывать спектр эмоций, чувств. И это очень важно, потому что за каждым чувством есть потребность. Очень классно её распознавать и удовлетворять. Вот. Чтобы всё было гармонично, понятно, легче управлять своей жизнью тогда. Вот. Работаю над собой, соответственно, и помогаю своим клиентам в работе. Такие дела. Всё. Я вас люблю, целую. Надеюсь, моё видео вам понравилось. Жду обранные связи в комментариях. Люблю вас, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok